Так, это у нас спрашивает... Ля-ля-ля... Где-где-где сейчас? Анна. Ну, к ней был ТРБ. Здравствуйте, случайно наткнулся на ваше видео. Очень интересно. Спасибо вам. Ребенок у нас еще маленький. Четыре месяца. А сейчас шесть уже месяцев. В общем, давно писали вопрос. Хотелось бы без фанатизма развивать ребенка не переусердствовать, но максимально развивать мышление и интерес к окружающему миру. У меня у самой было огромное количество всевозможных кружков. Это было личное желание, меня не составляли. И мной плотно с самого раннего детства занималась бабушка. Спорт, театры, выставки и так далее. Мне кажется, что мне в жизни это очень помогло, так как разноплановость дает свободу действий в любой профессии. В то время... В то... В то время, как моя мама считала, что бабушка меня перегружает в кавычках оккультированием. Но, кстати, ботаника в школе из меня не вышла, хотя университет с красным дипломом, так как выбор был осознанный. Так вот вопрос, наконец-то. Знакомые рекомендовали приобрести набор, говорю, с прионок, умница. Как вы относитесь к подобным наборам развития? Насколько они эффективны? Не перегружают ли в таком возрасте ребенка? Вот, хотела коротко, а получилось, как всегда, много букв. Заранее спасибо. Ну, слушайте, скажу честно, я, например, не со своими детьми, не с чужими казенами, как я их называю в шутку, не экспериментировала ранее развитие, с шести месяцев, вот показывать картинки. И какое-то время очень скептично относилась к этому всему, когда от мамочки я слышала, что вот мы ребенку показываем, а вот он у меня уже читает, он уже знает, где что. Но когда появился у нас Инстаграм, и активно Ютубом стали пользоваться, я посмотрела, и до сих пор, мне кажется, смотрю видео, где ребенку, годовасику, наверное, в районе года, предлагают вот эти вот карточки, отвечать по карточкам, в общем, где собака, где-то, и причем буквы уже красные написаны, так, собака. Его спрашивают, покажи, где собака. Он пальцем из десяти карточек показывает, написано собака. На меня, конечно, произвело это впечатление не в том смысле, что ребенок читает, он, конечно же, не читает ни в коем случае, он сфотографировал, какая загорелая. Ну почему? Он, конечно же, не читает, он просто сфотографировал вот этот вот набор символов и запомнил, как выглядит слово собака. К чтению это отношение не имеет, но к психическому процессу, как внимание зрительное и слуховое, усидчивость, концентрация, память зрительная и слуховая. Это же относится к психическим процессам. Значит, что-то же все-таки развивается в процессе показывания таких вот карточек детям младшего возраста, совсем младшего возраста, раннего, скажем так. Так вот, что хочу сказать. Вы смотрите по ребенку. Есть дети, которым до года, до двух очень важна физическая активность. Они не посеты, им нужно всю информацию поглощать через движение, через тактильные, через пососать. То есть, они не аудиалы, им нужно все тактильно, все воспринять, все через себя, через тело, через руки, через ноги, через кожу. А есть дети, которым бы, ну, они пассивные, они вот, я лучше посижу, я лучше картинки просматриваю, я лучше поразукрашиваю. То есть, мы все отражнения разные. Так вот, вы предложите своему ребенку, если вы видите, что это очень интересно, и ребенок за это зацепился, а в 6 месяцев почему бы не зацепиться, они же лежат, активности-то никакой толком нет, поворотники не нужно включать, да? Это именно борода, я видела, какая. Какие люди нехорошие. Вот никогда так не делайте, кто за рулем. Если вы видите, что вас человек ждет из поворота, ну, включить поворотник, это даже не из-за того, что человек ждет, а из-за того, что это положено. В конце концов, поворачивает в поворот, вообще красавица. Фонд барон. Так, что мы говорили там? А, в 6 месяцев, да, что ребенок же, он же лежит в основном, его на руке лежит, перевернулся, что-то подтянулся как-то и так далее, да? Сильно-то активности нет, поэтому что приходится делать? Что-то рассматривать? Электромобили уже надоели, да? Игрушки у тебя, погрызушки какие-то надоели. Почему бы не посмотреть на карточки? Да. И почему бы, это вот контакт с мамой, это с другой стороны хорошо. Это контакт с мамой, это эмоциональный настрой, это все какая-то общность. Это, да, не говорю уже про психические процессы, это однозначно плюс идет, да? Это вот голосом подражание, эмоционально какие-то окрашенные слова. Это, я считаю, что это все плюсы. Но если ребенок отворачивает, хнычит, и он у вас не хочет совершенно никак не воспринимать, убирайте на месяц и не настаивайте. Через месяц опять попробуйте, вдруг уже это дело, подрос ребенок и готов это воспринимать. В общем, я сама лично не пробовала, видела, как делают другие, считаю, что польза в этом есть, но если это не через силу, а когда действительно ребенок хочет, когда ребенок нравится. У Инны Толстого, я тогда вообще в шоке была, я, по-моему, в каждом видео это говорю, когда Марков 2,7, по-моему, она перед ним разложила штук 20 оттенков цветов, я таких не знаю, в 40. Я даже, я даже слову, аморитовые, коралловые, какие там, как бешеное количество цветов, вот прям респект, а ребенок раз знает. Не знаю, во что это в будущем вылиться, пригодится им или не пригодится, а если об этом не вспоминать, он, может быть, вообще через год эту информацию забудет, а может быть не забудет, он станет каким-то необыкновенным дизайнером и будет использовать всю эту информацию с цветами, если ему действительно понравилось, в обустройстве интерьера, одежды, там, я не знаю, постройки домов, может, архитектором будет, мы не знаем, как это все реагирует, но я считаю, что если у нас, у матерей есть желание, а у ребенка есть желание потреблять эту информацию, почему бы не дать? Мы же не нострадамцы, не можем забежать вперед и сказать, а как это повлияет на него, а может никак. Вот у Никитина дети, у него же много детей, и всем он, и физкультурой занимался, и закаливаясь, и гимнастикой, и крутил-вертел, и давал вот эти свои кубики, но нельзя сказать, что его все гении, все дети гении. Нет. Один как технарь закончил, так и остался. Кто-то вуз закончил, кто-то просто воспитательный работает, кто-то просто инженер работает. Они не стали выдающимися художниками, литераторами, театралами. Это же просто люди выросли, но, может быть, какие-то качества, но я не знаю, это вот, ну, никто не знает, правильно? Просто суждай со мной. Ну, а если есть желание давать, я думаю, что нужно давать. Почему бы нет? А я сейчас один пример приведу. Опять же, возвращаясь к кубикам Никитина, вот мои дети точно выросли на кубиках Никитина. У кого они есть, кто в курсе этих кубиков, особенно кубики для всех, внутри лежит книжечка, где из этих кубиков в черно-белом цвете изображен силуэт. Там из двух, из трех кубиков, понятно, как эту иллюстрацию сложить, да? Кстати, в очки потом зайдем, да? Ладно. Вот. А уже из семи кубиков я, например, не соображаю. У меня вот это 3D-моделирование в детстве я не занималась этим. У нас не было таких занятий, чтобы мы 3D-моделированием каким-то занимались. У меня не развита, скажем так, вот эта вот чуйка, и я не могу в пространстве мысленно развернуть фигуру и поставить ее туда, чтобы получилось вот так вот. А дочкой у меня с сыном занимались. То есть я, мне же детям тоже нужно на занятия давать этого жирафа. Он там на последней странице, он самый сложный, как его собрать, бог его знает. Отдаю дочке. А она с двух, там с полутора, на этих кубиках она выросла. А мам, она мне говорит, ты что, не понимаешь, как его собрать? Я говорю, Катя, не соображай, правда, не догоняет мозг. Она смотрит в телевизор, что-то левой рукой делает уроки, и при этом она мне собирает этого жирафа. Пока он не развалился, скорее-скорее его зарисовываю, чтобы детям на занятии объяснить, как этого жирафа собирают. Вот. Вот, пожалуйста, натуральные примеры. У человека всегда были в доступе никитинские развивающие пособия, и у человека моделирование вот этого в пространстве, оно у него развита. Она раз-раз, и уже видит, как это развернуть. Значит, польза-то есть? Есть. Я думаю, давайте, смотрите по ребенку, чтобы это не было насилием, чтобы это было в радость и с удовольствием. Польза по-любому будет. И помните, что от систематики всегда будет польза, если вы сделали раз в день, потом в следующем месяце вы делали каждый день, а в следующем месяце вы вообще к этому не притронулились, у вас результата не будет, да. А вот любое начинание это вот систематически, хотя бы раз или два в неделю делать, а если у кого-то есть желание каждый день, однозначно будет результат. Ой, как всегда сама сама поглобольствовала, там они ответили, пишу, ответила.